Итак, друзья, Спаса Андроников... Всем привет, друзья! Спаса Андроников монастырь. Здесь располагаются древние саркофаги. Можно их назвать криокапсулами наших предков. У Ларисы Масуновой есть статья «Заброшенные в будущее». Или в прошлое. В общем, примерно такие же саркофаги вы можете встретить на гравюрах в Пиранезе. Правда, они там гораздо огромнее, больше, выше. Потом люди, конечно же, оставались, так скажем, мельчали. И вот таких огромных, два с половиной метра, ну не два с половиной метра, а два с лишним метра, вот таких вот плит уже не осталось. И, естественно, саркофагов. Так вот, я хочу сказать, что все эти вещи здесь за оградой, за сеткой в таком вот навесе. И я так понимаю, что, может быть, даже не пускают сюда никого. Смотрите, какой огромный. Огромная крышка просто, реально. Расколотая. Вот это все. Ведические плиты. Ведические маги, предки. Святые. Давайте посмотрим, что здесь есть. Я специально сделаю это видео отдельным репортажем. Предположительно, это 17 век. 16, 16, 17. Если по датировкам помните, да? Например, датируются такие плиты, ведическими погребенными времен Ивана Грозного. Оказалось, что есть еще древнее. Давайте я специально буду очень аккуратно водить камерой. И вам показывать эти артефакты древности. Реально, друзья, это вот саркофаги наших древних, наших предков. Потом я еще здесь зафотографирую. Ведические, посвященные, заброшенные в будущее. Вот в этих креокапсулах... Она, кстати, больше двух метров. В этих креокапсулах они находились подобно той самой Тесульской принцессе, которая датируется чуть ли не... Чуть ли не прошлом, 8 тысяч лет назад, вернее, даже 8 миллионов дает Тесульской принцессе. Это славянская, красивейшая принцесса или царица, которая лежала в подобном саркофаге, хотя он, скорее всего, может быть, был мраморный. И там было наполнено такой розоватой жидкостью, которая пахла даже каким-то признаки запаха чеснока. Как оказалось, я нашел подобные артефакты. Вот они, эти саркофаги. Смотрите. Это реально саркофаги. Смотрите. Здесь какие-то углубления означают, что там было что-то металлическое, основание. Вы потрошили все. Может быть, здесь как раз капсула крепилась. Капсула времени. Капсула литургического сна. Я даже не знаю, как еще можно это назвать. А вот эти плиты, или такие огромные, или вот, которые я показывал, вот они были сверху. В качестве обозначения, в качестве инструкции. Во-первых, кто там находится, когда положен. И видим какие-то еще технические обозначения. Вот отсюда я вам показываю. Смотрите, видите, все за... сеткой. А вот там остатки колонн, которые использовали под надгробие. Так, давайте пройдем туда. Немножко посмотрим на узоры. Я специально буду водить очень медленно. Посмотрим с этого боку. Видите, внизу какой-то скол или ниша. там, видимо, пробивали. Не могли, видимо, открыть. Тяжелевная какая плита. А, нет, это вообще отдельная. Это же даже часть. Два с половиной метра. Вот эта плита, видишь, вот эта плита, видишь, вот тут откололи. Вот ведь воровство, а? Вот это я обязательно все засниму. Теперь посмотрим на следующий саркофаг. Вот он. Пустое, видите, здесь все пусто. Здесь было зеркало. То есть здесь был, ну, можно сказать, я так предполагаю, янтра. Пустое. То есть, то есть, примерно, такой же прибор, зеркало, да, какой, пара которой, говорится, виманик и шастра. Их создавали специальным образом. Обратите внимание, глубину. Здесь глубина где-то метров, сантиметров, я думаю, шестьдесят или даже больше. Глубина. То есть, можно было положить массивную капсулу или может быть, что-то погребальное. Но я думаю, все-таки здесь что-то было более существенное. То, что мы видим, это обломки, которые нам оставили. Все остальное куда дели. Куда дели, неизвестно. Так, сейчас надо показать вот эту надпись. 1743 год. Да, получается. Я так думаю, что это более поздняя надпись. Ну, уже, пожалуйста. То есть, саркофаг 18 века, погребенных 18 века. Надо будет изучить тщательно. Крест ведический, равносторонний, сверху. Похож на мальтийский. Сверху солнце. Растительная символика. Ведическая символика. Солярные знаки, символы. Два ангела. Держат корону. Коронованная особа. Значимая. Длина больше двух метров. Длина больше двух метров. Значит, здесь покоились гиганты, великаны прошлого. Великаны 18 века, предположительно. Конечно, это уже мельче, чем были люди, которые еще выше наши предки. Снимаю следующую надпись. 1735 год. Раба божия. В общем, нужно будет отдельно разбирать, я так полагаю, вот эти надписи. Я сделаю фотографии. Написано, что раба божия, дочь. Дальше непонятно. Сбито очень много. Специально вот так вот сниму, чтобы вы могли сделать скриншот и попробовать самостоятельно прочесть. Саркофаги древних великаны 17-18 века. Я думаю, что даже переделаны были. Вот видите, орнамент один, он такой объемный. А надпись выбита очень ровненько, качественно, но все-таки она поздняя. Не было ее. 7123 года февраля. Во второй день. Вот видите, В с титлой. Это два. День. Ну, о приставися раба Божия. А какая? Неизвестно. Встретение какой-то век можете произвести сами. 17-й век. плита. Вообще плита. Тут вообще очень мало информации. Все сбито. Она разбита на куски. Дальше. Ведические погребенные великаны 17-18 века. Возможно, даже 16-й. Вот еще одна надпись. 7337 года июля. 18-й день. То есть 18-го июня. смог прочесть святаго, мученика, емельяна. Это день тезаменинства, а вот дальше опять все сбито. Надо разбираться. еще одну плиту засниму. Они саркофаги. Древних ведических погребенных, заброшенных в будущее. Предположительно. Почему я прошел мимо этого торца? Здесь очень много информации. Я просто сейчас засниму, здесь я уже не буду зачитывать. Это скорее все надо делать отдельное видео прочтение плит. Самое тяжелое будет заснять вот эту плиту. Придется ее как-то вот просто медленно ведя съемку вниз. Потому что она во-первых высокая вставки. Солярный вилочковый крест шестилучевой центральный символ свастичный. вот видите здесь много уровней как бы энергия вихрями крутится в разные стороны и создает поток вот туда вверх. прям как известная антенна Вивальди. Помните мы про них говорили? Ласточкин хвост на крепостных стенах. Такой вилочковый крест вы тоже уже знаете, где косичка идет по периметру. и сам крест состоит из вот этих плетеных вихрей. Так, раз, три, четыре, пять, шесть. Тоже шесть лучей. Фрактальная структура. Посмотрите, такое видео есть число Фи, то есть Фибоначчи. Сакральная геометрия. Вот она вся здесь перед вами. Материализация, создание чего-либо, визуализация. Много всего. Обломки вот там тоже по стене много всего. Это я потом буду снимать. Обломки вот эти колонна ребристая. Верх надгробия с луковкой резонатором. Камни это тоже резонаторы, не забываем, да? пирамидка конусообразная, округленная. Тоже один из видов резонаторов. Все, что сверху, убрали. Внутри, скорее всего, арматура. Также тут без знака мары не обойтись. Правда, почему-то здесь только череп, по костей нет. Да и он тоже странного вида. Согласитесь. ну что, друзья, я надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Я очень интересуюсь вашим мнением. Ходите в группу Ларисы Масановой, Точка связи миров. Можете ей написать, там у нее есть статья заброшенная в будущее. Поймете, о чем речь. У меня же впереди, скорее всего, еще будет по Пиранезе видео, где у него гигантские саркофаги. Я думаю, что там люди были метров по 7 роста. Метров по 7 роста. Надеюсь, вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кто не подписался, подпишитесь на мой канал, на мою группу в ВК, запретные артефакты истории. До новых видео и всем добра, друзья.